Добрый день! Меня зовут Вымеднина Юлия Викторовна, я заместитель декана факультета экономики. Я постараюсь ответить на самые часто возникающие вопросы в связи с написанием эссе по экономике первой части дистанционных вступительных испытаний при поступлении на магистрские программы нашего факультета. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что мы принимаем всех абитуриентов независимо от первого образования. Это значит, что вы не обязаны разбираться в экономике для того, чтобы написать эссе. Что мы хотим увидеть – это ваш интерес к экономике, то есть что вы интересуетесь происходящим в экономической жизни страны, следите за какими-то дискуссиями, понимаете основные термины хотя бы на интуитивном уровне, например, что такое инфляция или экономический рост. А также, что вы умеете рассуждать. Собственно, для того, чтобы написать эссе, вам, конечно, придется почитать, что говорят по этому поводу различные люди. Однако мы просим вас отнестись к этому критически, причем критически содержательно, то есть попытаться обосновать, почему вы согласны или не согласны с какой-то из высказываемых позиций. И, конечно, если вы ничего не знаете про экономику, у вас могут быть свои собственные мысли, которые не приходят в голову профессиональным экономистам. Даже если они нам покажутся неправильными, они, тем не менее, могут быть интересными и показывать то, как вы умеете рассуждать. Поэтому, пожалуйста, пишите то, что вам кажется правильным и разумным. Если вы будете пользоваться какими-то источниками, не забывайте, пожалуйста, ставить кавычки, если вы цитируете их дословно. А также, в любом случае, все чужие идеи и мысли обязательно сопровождать отсылками на источник. Точно так же хочу обратить ваше внимание на то, что нужно все цифры, все факты также сопровождать ссылками на источник. Если вы пользуетесь источниками из интернета, пожалуйста, укажите дату, когда вы посещали этот источник. И, конечно, мы ожидаем, что в конце вашего эссе будет список источников. Он может быть оформлен в любом порядке, к которому вы привыкли. Это могут быть источники в том порядке, в котором вы их использовали, либо в алфавитном порядке. Может быть, сгруппированные по типам источников – книги, статьи, интернет-ресурсы. Самое главное, чтобы все источники обязательно были указаны, как положено, в соответствии с библиографическим описанием. Оформление эссе, опять же, остается на ваш вкус, на то, как вы привыкли, но желательно, чтобы у вас был титульный лист, потому что при отправке печатного варианта вы должны будете поставить на нем свою подпись. Не забудьте, пожалуйста, что прислать электронный вариант эссе вы должны не позднее 12 часов дня, 25 марта, по московскому времени. И что вы в тот же день должны отправить нам печатный вариант эссе, к которому, помимо распечатанного и подписанного вами варианта эссе, вы должны приложить распечатанное, заполненное и подписанное вами заявление. Если по каким-то причинам вы не можете в тот же день отправить нам ваш печатный вариант, например, потому что вы живете во Владивостоке, и почта у вас уже закрылась, пожалуйста, напишите нам об этом на тот же электронный адрес, по которому вы будете отправлять ваши эссе. Если у вас будут какие-то еще вопросы, пожалуйста, задавайте их нам в социальных сетях и пишите нам на наш контактный адрес, указанный на страничке факультета. Удачи вам в написании эссе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!